Так, вот интересно следующее. Русь Славянская. Не пойму, почему вы уступаете по количеству подписчиков простым людям. Или сделана антиреклама вам. Вы были первооткрывателем наш. Жаль, очень жаль. Я ему ответил, еще не вечер, нет критической массы. Вы знаете, вот я вспоминаю, как распространялись мои книги. Я, помимо того, что я их написал, я их первоначально напечатал, за свой счет продал, напечатал еще на вырученные деньги. То есть я вот целиком свои усилия затрачивал, затрачивал, затрачивал. Пока, грубо говоря, народ не подхватил их, и у меня уже стали приезжать люди вот эти вот книги брать, распространять. И в конце концов, вот, я, как бы сказать, вот этот первоначальный толчок сделал, и дальше это все покатилось после того, как в Петербурге начали их печатать. Они уже пошла, так сказать, лавинообразно. То есть какая-то критическая масса должна наработаться. И вы знаете, вот здесь, вот когда все как-то легко дается, когда, как бы сказать, вот у меня такое мнение, оттуда смотрят, на что ты способен. Вот ты что-то задумал. И думаешь, да, сейчас я быстренько сделаю, тем более, смотрите, меня знают, меня все это сейчас само покатится, и в интернете там тоже. А нет, знаете, вот нужны вот ваши какие-то личностные усилия, которые, как бы сказать, пробили дорогу, которые сдвинули, которые показали, которые наработали. И тогда это начинает, как бы сказать, вот эта вот реакция, и пошло, 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 поехало. Вот я сейчас как раз нахожусь вот на такой стадии в интернете. И, как бы сказать, вот ты бросишь это дело, отрекешься от него там, уцепишься за что-то другое там, или вообще ничем не будешь заниматься уже там, возраст у тебя, отдыхай, да и все. Вот, то есть, человека проверяют. Вот, вот он может, смотрите, как бы сказать, ну вот у меня там, вы уже видели, там и машины есть и так далее, рыбалка, рыбалка. Я там мог, допустим, там в основном, там где-то там пропадать, там на рыбалке, по месту, знаете, все это далеко ездить, финансы не позволяет. Вот, но тем не менее, знаете, мог болтаться там без дела, жить на свою там вот эту пенсию, там какие-то там накопления и все. И ничего не делать. Я не хочу сказать, что я это делаю там для денег, но вот, вот если ты хочешь какое-то дело, сделать какое-то большое дело, ты должен вложить свои волевые усилия, ты должен часть своей жизни, часть своей жизненной энергии вложить в это дело. И вот тогда она заработает. А пока не вложено, пока не хватает, понимаете. Вот почему я так пру, я знаю, что у меня мнение такое сложилось. Более того, меня уже заметили на ютубе, пригласили, как бы сказать, к сотрудничеству. К сотрудничеству указали там на кое-какие недостатки, вот сейчас я исправил, вы на канал заходите, в видео там для подписчиков. Ну, подписчики уже меня знают, что и как, те, кто заходили. Видео для новых подписчиков там, они зашли там, что это за канал, о чем там говорится. Вот, то есть, сделать свое присутствие в интернете более значимым. То есть, у меня уже за тысячу видео, там тысячу, наверное, 130 или даже тысячу больше. Я намерен в этом году достичь двухтысячной отметки в видео. Ну, то есть, вот, как бы сказать, не умением, увы, а числом взять, понимаете. И тогда вот как-то это пойдет. Но в любом случае, если человек работает, если человек трудится, это будет заметно. Я надеюсь. Я верю в это. По крайней мере, по крайней мере. Знаете, вот я работаю, вроде бы, для вас я работаю. Я тут, наверное, часть жизни тратится вот на общение с вами, на эту информацию. Но, тем не менее, вот это все, что я делаю, это все-таки я делаю, как бы сказать, получается для себя. Для своего развития, для своего, как бы сказать, становления, для своего раскрытия, в конце концов. Потому что очень мало людей, которые раскрываются, у них нет запретных тем, они рассказывают о разных сторонах своей жизни. А люди закрыты. И вот эта закрытость, увы, это тоже своеобразная болезнь. Вот поэтому, поэтому, надо сделать дело, надо вложиться, и тогда оно, будем говорить, начнет во всех отношениях приносить тебе успех. Я так думаю.